Уникальная вытворчасть на Полессии. У Житковичах завершается будовництво пилетного завода, одиного на территории Гомельской области. Будовники вышли на финишную промую. До завершения работ застаётся некольки тыдняв. Сдача завода у эксплуатацию запланована на приконцы червеня. Что дасть новая вытворчасть региону, доведался Дмитрий Котау. Решение будовництво пилетного завода у Житковичах принято в минулом году. Это было обумовлено некалькими факторами. Перш за все, в мясовом лязгате великий объём древопрацовки. И, как выник, створаются отходы. Менавито яны и необходные для вытворчасти пилет. А дреманная продукция у дальнейшем может выкористовываться, як на промысловых предприемствах, так и для обогрева жилых домов. Чем ещё это вызвано? У нас уже 13-й год работает одно пилетное производство, которое перерабатывает опилку. А это производство, как видно у нас за спиной у меня, это теплогенератор, который работает на сырой щепе. И исходное сырьё для производства пилет тоже щепа. На старым заводе что месяц вырабляется 550 тонн палёных гранул. На новым гэтая лишба будет выше и у 4 разы. Для полной загрузки могутности он будет выкористовываться каждый год коля 60 тысяч кубичных метров дравнины. Новый завод пошли будовать сёлита. И работы провели удовольствие теплые термины. На будовниство и монтаж обсталявания спотребилось несколько месяцев. Зараз будовники находятся на финальной стадии. Запуск вытворчасти запланованы на приконце этого месяца. Дарыш и завод экспортоориентованы. По попередних разликах лязгаз может различить что месяц на 200 тысяч евро додатковой выручки. Билеты зараз особливо популярны в Украинах Европы. Жидковицкий лязгаз у приватности поставляет свою продукцию у Литву. Но с заявлением нового завода тут различуют на подширение споживецкого рынка. А кроме этого частку продукции плануют реализовывать и на территории Беларуси. Последние три года в Беларуси тоже, так как нам обращаются, развивается рынок использования пилет. И жидковицкий коммунальник, например, тоже у нас является постоянным покупателем, так как имеют котлы на пилетах. Поэтому я думаю, что основная ориентация будет это экспорт. Но вместе с тем рынок белорусский к этой продукции оживает и спрос возрастает. Новая вытворчность – это завсёды новые прационные месяцы. На пилетном заводе у Жидковичах будет процветка вана 12 человек. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» с Жидковичев.